Отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан выполняет очень широкий спектр функций. Потому что к правам и свободам, которые ежедневно нарушаются, относятся самые разнообразные сферы человеческой жизнедеятельности. Подчиненный мне отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Управление прокуратуры Рязанской области осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод граждан. А спектр этого надзора очень широк. Это соблюдение трудовых прав граждан, законодательство о защите прав инвалидов и престарелых, законодательство в сфере здравоохранения, миграции, жилищная и тому подобное законодательство, поскольку права граждан – это очень широкий спектр законодательства. При этом невидимая первоначально, но очень важная работа прокуратуры гарант того, что права и свободы, провозглашенные Конституцией Российской Федерации, будут соблюдены, а в случае их нарушения восстановлены и нарушители наказаны. В основном это трудовые права граждан. В прошедшем году органами прокуратуры в указанной сфере, скажем, пресечено более 10 тысяч нарушений. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму более 90 миллионов рублей. Это именно заработные платы? Именно заработные платы. Кроме того, по мерам прокурорского реагирования также были защищены права инвалидов, в том числе на безбарьерную среду, доступность к объектам социальной, транспортной и инфраструктуры. В сфере здравоохранения в настоящее время распространенными являются нарушения. Здесь также пресекались нарушения, связанные с необеспечением граждан и лекарственными средствами, ненадлежащим оказанию медицинской помощи. Ольга Александровна пришла в свою профессию 17 лет назад и с тех пор ни разу, несмотря на отсутствие выходных и праздников, ненормированный рабочий день не пожалела о своем выборе. В особенности уверенность укрепляется тогда, когда виден результат. Реальная помощь обиженным и обездоленным людям. Восстановление законной справедливости. Ну, конечно, это те моменты, их, наверное, немало, и я не буду какие-то конкретные примеры приводить, когда все-таки мы помогали гражданам. Тот момент, когда ты чувствуешь, что то, что ты сделал, это кому-то нужно. Последние годы доверие граждан растет, и об этом свидетельствует увеличение количества обращений. Прежде всего, я считаю, это любить свою профессию. Ну и стараюсь помогать, конечно, разобраться в нюансах законодательства, понять какие-то предметы там и правильно разрешить ту или иную ситуацию. О своей работе Ольга Александровна говорит скромно, предпочитает слову, дело. Впрочем, как любой мастер любого ремесла. Однако, ее кропотливый труд, как и труд всех ее коллег, залог порядка в обществе. Доверие к прокуратуре выросло среди населения, особенно в последние годы. И теперь сюда спешат обратиться практически по любому вопросу из любой области, если больше нигде не могут добиться правды. В череде январских праздников я желаю своим коллегам сохранять в душе новогоднее настроение, рождественские мечты. Всем семьям прокурорских работников я желаю здоровья, благополучия и большого человеческого счастья. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Прокуратура Российской Федерации осуществляет деятельность на основе Конституции Российской Федерации. Федерального закона о прокуратуре РФ, Гражданского процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса Российской Федерации. В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей. А наиболее отличившиеся в работе ведомственные награды и ценные подарки.